Уважаемые коллеги, всем доброго вечера. Рада приветствовать всех в эфире Первого Медицинского. Много лет занимаясь вопросами рационального применения антимикробных препаратов, невольно задумываешься, что же заставляет врачей неправильно назначать антибиотики. И сегодня я хочу поделиться с вами своими мыслями на этот счет, а также итогами тестирования на знания антимикробных препаратов и клинической микробиологии, которые проводились в нескольких центрах и получились достаточно интересные результаты. Итак, началась эта история еще в 2016 году в городе Краснодаре. Подводя промежуточные итоги внедрения программы SCAD в стационаре, мы увидели, что по всем намеченным нами направлениям были хоть какие-то подвижки и только образовательные мероприятия были в полном провале. Не то чтобы они совсем не проводились, мы проводили конференции, но, к сожалению, во-первых, эти конференции были не систематическими, а, во-вторых, вот примерно такая посещаемость была на всех наших мероприятиях, и зачастую доктора воспринимали посещение наших конференций, наверное, возможностью поспать в рабочее время. Эта ситуация не давала нам покоя, потому что можно было бы сказать, что врачи, в принципе, инертные, ничему не хотят учиться, но нет, наши доктора по своим специальностям, в своих областях очень активно обучались, проходили стажировки, и нам было совсем непонятно, почему же тогда такое полное нежелание учиться хотя бы там основам антимикробной терапии. Мы ломали головы долго, и, наверное, долго бы еще и ломали, продолжали их ломать, но в какой-то момент, совершенно случайно, мы узрели истину. И истина открылась, как обычно, неожиданно, в эмоциональном разговоре с доктором, мы в очередной раз обсуждали вопросы обучения и того, что врачи обучаться не то чтобы очень хотят, и доктор в сердцах сказал, что да ну, вы как начинаете про свои оксы и эндемы говорить, ну непонятно же ничего, что вас слушать? И вот в этот момент мы осознали, что, собственно, в чем проблема. Мы поняли, что врачи не хотят наслушать, потому что они ничего не понимают, а раз непонятно, значит неинтересно. А раз неинтересно, значит, ну можно найти занятие поинтереснее, пополезнее. Тут же перед нами встала другая проблема, ну не могут же все все не понимать или ничего не понимать. То есть нам нужно было как-то осознать, на какого уровня нам нужно подогнать наши образовательные мероприятия, чтобы врачам стало полезно, интересно и понятно. И у нас возникла идея, что нужно каким-то образом оценить исходный уровень знаний. На самом деле сделать это нужно множеством разных способов, но мы выбрали вот такое анкетирование или тестирование. Там было всего 36 вопросов с одним вариантом ответа. То есть достаточно простая анкетка, которая была разработана нами самими. Вот такая структура, то есть несколько тем, буквально там по несколько вопросов на каждую тему. Ну и на каких условиях мы проводили анкетирование. Это анкетирование было анонимное, оно проводилось среди врачей нашего центра, то есть Краснодарской краево-клинической больницы номер 2. Единственное, что мы просили докторов указывать, это специальности, стаж работы, ну чтобы хоть как-то эти данные можно было потом анализировать и интерпретировать. Проводилось анкетирование на бумажном носителе, то есть мы распечатывали вопросы, распечатывали бланки ответов и раздавали докторам. Очень важный момент. Анкетирование практически всегда проводилось в присутствии исследователя, то есть кто-то из нас или я или мои коллеги присутствовали при этом. И для докторов нашей больницы участие в этом исследовании было добровольно-принудительное. Сейчас расскажу, для кого добровольно, для кого принудительное. Вы видите структуру специальностей, которые поучаствовали в нашем исследовании. К сожалению, ответы, вернее результаты ответов терапевтов мы не учитывали в этом исследовании, потому что, ну так уж произошло, что произошла некоторая утечка информации, и мы посчитали, что эти ответы недостоверные результаты. Вы видите, что вот для акушеров-гинекологов и для неонатологов участие в анкетировании было обязательным. Для хирургов таким рекомендательным и для анестезиологов-реаниматологов сугубо добровольным, что не могло не сказаться на количестве принявших участие специалистов. И вот такие мы получили результаты по специальностям. Но вот средний балл, вы видите, 50%. То есть мы выяснили, что наши врачи знают правильные ответы только на половину заданных вопросов. Конечно, эти результаты нас расстроили. Мы огорчились, мы решили, что ай-яй-яй, вот мы образовываем-образовываем, а они не хотят образовываться и вот так вот плохо отвечают. Но поскольку наша инициатива, о которой мы сообщили на нескольких конференциях, понравилась многим, и некоторые центры провели свои исследования и поделились ими результатами с нами, мы поняли, что на самом деле не так все у нас и плохо. Потому что примерно такой же результат, средний балл, продемонстрировали практически все стационары, принявшие участие в этом анкетировании. На какое-то время мы как-то забыли об этой теме, опубликовали данные, опубликовали статью и успокоились на этом. Но после этого у меня поменялось место работы, поменялось место жительства. И вы знаете, может быть, что у нас возник лекторий, лекторий Аэр Коммунарка, который появился в 2021 году и который продолжает существовать. И вот когда мы начали опять же активную образовательную работу, мне опять стало интересно провести подобное же анкетирование, но уже на совсем другой аудитории и немножко на других условиях. Ну, что, собственно, мы и сделали. Во-первых, был доработан сам опросник. И самое главное изменение, которое в нем произошло, прошу прощения, самое главное изменение, которое в нем произошло, это появление раздела ситуационные задачи. Это очень важно, и вы увидите, к чему это привело потом. Анкетирование было абсолютно добровольным, абсолютно анонимным. Но, правда, для того, чтобы, опять же, можно было как-то анализировать, интерпретировать данные, мы просили докторов вносить некоторые сведения о месте и условиях их работы. Но это было по желанию, то есть это были необязательные вопросы. Анкетирование проходило онлайн с помощью Google Form. И ссылка, собственно, на это анкетирование распространялась через такие ресурсы медицинских сообществ. Это те, о которых я знаю точно. Но я знаю, что коллеги активно распространяли ссылку на анкетирование и в других каких-то профессиональных чатах, и в профессиональных сообществах. Поскольку вот такие условия проведения исследования, мы понимаем, что выборка-то получилась, в общем-то, смещенная. И смещенная она получилась в сторону активных, занимающихся самообразованием и взаимодействующих друг с другом специалистов. Это тоже важный момент, потому что потом вы увидите, как это повлияло на результаты. Вот такой получился результат. Это была первая, скажем, основная волна анкетирования. Вы видите, что приняли участие 839 респондентов. В анализ пошло 838 анкет. Одна анкета была явно не завершена, и мы не стали ее анализировать. И по структуре специальностей преобладающие большинство участников были анестезиологи-реаниматологи. И при этом было очень мало клинических фармакологов, микробиологов. Мне захотелось немножко расширить участие именно специалистов этих профилей, направлений. И чуть позже, в январе уже 22-го года, было проведено дополнительное анкетирование, еще одна как бы такая небольшая волна, на точно таких же условиях. И вот через вот эти, то есть я размещала на этих сообществах, но опять же я знаю, что ссылка была распространена коллегами дальше. Вот 71 человек приняли участие во второй волне анкетирования. Вот такие, так распределились ответы. Да, во второй волне преобладающее большинство, это были клинические фармакологи и микробиологи, но не только. Врачи других специальностей тоже поучаствовали в этой части анкетирования. Ну и потом, объединив результаты вот двух вот этих частей, дальше мы их анализировали уже совместно. Вот так распределились специальности. И по-прежнему на первом месте с большим отрывом были анестезиологи-реаниматологи. Но и другие специальности, вы видите, представлены достаточно широко. Мы специально объединяли все терапевтические и все хирургические специальности, чтобы группы получились более крупными и было удобнее их анализировать и более достоверные данные получить. Хочу обратить внимание, что даже не врачи тоже приняли в небольшом проценте участия в нашем опросе. Это было очень интересно. Было достаточно много студентов, был среднемедицинский персонал, медсестры и медбратья, были провизоры-фармацевты. То есть это была очень интересная выборка специалистов. Ожидаемо распределение по стажу было с большим перевесом специалистов, у которых стаж работы менее пяти лет. Опять же, за счет способа распространения и за счет той характеристики выборки, о которой мы с вами проговорили. Это активные, взаимодействующие, это активные участники чатов. Понятно, что мы ожидаем, что это будут в основном молодые люди. И что мне было очень приятно, лишь 13% докторов не оставили своих данных о стаже, о специальности и так далее. Если сравнить с выборкой, которая участвовала в анкетировании в Краснодаре, то вы видите, что здесь разные группы в зависимости от стажа представлены примерно равномерно. И очень большой процент докторов, которые не захотели указывать свой стаж работы, мне сложно сказать почему, но почему-то не указали. Очень интересно распределение по типу учреждения. Преобладающая масса докторов работают в каких-то городских больницах. Немалое представительство федеральных учреждений, областных, краевых, республиканских больниц. Что радует 10%, то есть каждый десятый участник, это амбулаторное звено, то есть работники амбулаторного звена. Но тоже явное смещение выборки по сравнению с основной популяцией нашей. Всего 4% это представители районных больниц. Ну, наверное, тоже это связано со способом распространения ссылки и способом проведения этого опроса. Наверное, доктора из районных больниц не являются активными участниками чатов и просто не знали и не видели этой ссылки и не смогли принять участие в анкетировании. Также совершенно никаких данных о географии выборки, потому что мы не просили указать регион, поэтому я даже не уверена, что это все представители были россиянами. То есть совершенно не знаем, какая была география. Итак, какие же мы получили результаты? Что мы знаем, что доктора знают? Оказалось, что знают, в общем-то, неплохо. Но вы видите, что если теоретические вопросы очень даже неплохой уровень, особенно вы видите, что микробиология, спектр активности антимикробных препаратов, но ситуационные задачи, то есть способность решать ситуационные задачи значительно меньше правильных ответов, чем на теоретические вопросы. Самым легким вопросом из теоретических, ну, ожидаемо, оказался вопрос о том, кто такая кишечная палочка, как ее имя и фамилия. И, что характерно, этот же вопрос оказался самым легким и для краснодарских врачей. Там 99% точно так же ответили, что это, да, совершенно верно, иширихия коли. Самым сложным вопросом, опять же, да, и для краснодарских врачей, и вот в наш второй эпизод анкетирования оказался коварный вопрос про энтеробактерии, к которым не относится энтерокок. Понятно, что это вопрос был такой, немножко с подковыркой. И, в общем-то, да, большинство докторов посчитали, что к энтеробактериям не относится клепсиала пневмония. Самой сложной задачей из ситуационных задач неожиданно оказалась задача о санации, необходимости санации бессимптомной бактериории. И правильный вопрос о том, что на самом деле нужно проводить санацию бессимптомной бактериории беременным женщинам, всего 14% респондентов проводят санацию беременным. Очень интересно было посмотреть на такие заблуждения. То есть, что мы называем заблуждениями, это когда какой-то неправильный ответ преобладает над... Частота встречаемости неправильного какого-то ответа преобладает над количеством респондентов, которые ответили правильно. Из теоретических вопросов самое любимое заблуждение. И опять же, с 2016 года ничего не изменилось. Доктора, половина докторов, уверены, что все карбопенемы обладают антиснигнойной активностью. В то время как эртопенем совершенно не активен в отношении псевдомоносаэрогеноза. Ну и вы понимаете, к чему это может привести в клинике, когда мы назначаем препарат, думая, что он потенциально активен в отношении этого возбудителя, а на самом деле он никакого эффекта на синегнойную палочку не оказывает. Если вернуться к тому же вопросу о бессимптомной бактериуреи, правильный ответ дали всего 14%, но посмотрите, большинство врачей будут назначать санацию бессимптомной бактериуреи в тех ситуациях, когда она совершенно не нужна. Треть респондентов напугала псевдомоносаэрогеноза. Они будут ее санировать даже тогда, когда нет никаких симптомов инфекции мочеводящих путей. И что пугает, четверть респондентов будут проводить санацию во всех перечисленных случаях. То есть и пациенту, который просто находится в реанимации с мочевым катетером и пациенту с декомпенсированным сахарным диабетом и тому пациенту, у которого вырослась анегнойная палочка, то есть во всех ситуациях врачи проведут санацию бессимптомной бактериурии. И еще одно любимое заблуждение, не одно, два, касается профилактики. Профилактическое назначение антибиотиков. Это, наверное, самый больной вопрос в области рациональной антибиотикотерапии. Вы видите, что большинство, практически половина всех докторов считают, что нужно назначить антибиотик после так называемой большой полостной операции для профилактики гнойных осложнений. В то время, как мы прекрасно знаем и уже давным-давно доказано, что профилактическим, действительно профилактическим эффектом обладает только доза антибиотиков, введенная перед операцией за 30-60 минут до операционного разреза. А вот так назначат профилактику только 21% ответивших докторов. Ну и, конечно, профилактика там, где вообще нет никакой операции, это просто нахождение в реанимации плюс ИВЛ для профилактики вентилятор-ассоциированных пневмоний. Конечно, это так не работает. Точно так же, как не работает антибиотикопрофилактика для предотвращения бактериальной пневмонии на фоне тяжелого гриппа. Все это никоим образом не защитит пациента от бактериальной инфекции. И длительность переоперационной профилактики это второй больной вопрос. К сожалению, больше, чем половина докторов считают, что есть ситуации, когда нужно назначать, продлять переоперационную антибиотику, профилактику до 5 суток. В то время как, опять же, уже давно доказано, что однократная, правильно проведенная предоперационная антибиотикопрофилактика и при длительной операции еще дополнительная интраоперационная доза, у нас так же эффективны, как и 5-дневный курс антибиотикопрофилактики. Но, к сожалению, наши врачи по-прежнему продолжают назначать длительные курсы профилактики, что, конечно, ни к чему хорошему в наших стационарах не приводит. А какие удалось обнаружить связи и зависимости? Вот эта зависимость меня очень порадовала, удивила. Мы видим, что в зависимости от стажа, чем больше стаж ответивших докторов, тем больше было правильных ответов. Я специально в процентах показала последнюю цифру, 30 правильных ответов, это примерно 57%, если в процентах смотреть. И причем статистический анализ показал, что вот эти различия достоверны. То есть с увеличением стажа увеличивается и количество правильных ответов, то есть увеличивается образованность докторов. Почему меня удивила эта тенденция? Потому что в Краснодаре, когда мы опрашивали наших докторов, мы увидели немножко другую тенденцию. Если посмотреть на эту кривую, то видно, что в первые 5 лет количество правильных ответов возрастает к 10 годам. Потом еще чуть-чуть набирается до 15 лет, а потом идет спад. В связи с этим спадом нас очень удивил вот этот чуть-чуть поднявшийся хвостик. Мы, конечно же, проанализировали все эти анкеты и поняли, что вот этот хвостик это следствие малой выборки. Вы видели, что примерно поровну распределились респонденты по этим группам в зависимости от стажа. А значит, в каждой группе оказалось совсем немного респондентов. И, соответственно, вес, значимость каждой анкеты была очень серьезна. И вот этот вот поднявшийся хвостик обеспечила одна анкета. Ну, конечно же, я не знаю, вернее, я знаю, что это одна анкета доктора-акушера-гинеколога, который ответил с очень высоким баллом. И это позволило вот всей группе респондентов, стаж которых превысил 30 лет, вот так вот подняться немножко в этой кривой. Но в целом тенденция, то есть если убрать вот эту одну анкету, то вот этот вот хвостик бы опустился еще ниже. Вот такие вот интересные фокусы статистики. Еще один интересный момент. Если количество правильных ответов в целом с возрастом, вернее, с увеличением стажа планомерно увеличивается, то количество правильных ответов на ситуационные задачи никак не меняется. Никаких достоверных различий между группами в зависимости от стажа выявить не удалось совсем. То есть получается, что теоретическая база, теоретические знания растут, но приложение этого практического не появляется. Нет вот этой связки теории и практики. В зависимости от специальности тоже получились достоверные, согласно статистическому анализу, данные. Ну, ожидаемо самое большое количество правильных ответов все-таки у клинических фармакологов. Я очень надеялась, что так будет, и я горда своими коллегами, что так. Но вы видите, 74%, то есть все-таки для клинических фармакологов, на мой взгляд, низковато. Дальше, за счет теоретических вопросов, за счет блестящих ответов на теоретические вопросы из области клинической микробиологии, да, конечно, доктора-микробиологи тоже показали очень неплохие результаты. Между другими специальностями, да, есть различия, но если посмотреть, то они не очень значимые, хотя и достоверные. И опять же, это вот отдельно раздел ситуационных задач. Здесь, да, коллеги мои, клинические фармакологи, тоже лидируют, но остальные различия минимальны, хотя, опять же, тоже достоверны, за счет большой группы все различия оказались достоверными. И вот две зависимости, которые вселили в меня надежду на будущее медицины, на самом деле. Потому что, посмотрите, в зависимости от должности, а должности распределялись следующим образом. Условно, высший руководитель, главный врач, заместитель главного врача, далее, заведующими отделениями врачи, клинические ординаторы, студенты и неврачебные должности, ну, например, научный сотрудник или лаборант и так далее. Ну, и какой-то, да, вот эта группа тех докторов, кто не указал своих данных. Так вот, посмотрите, опять же, достоверно лучше отвечали на вопросы, то есть больше правильных ответов дали высшие руководители и заведующие отделениями. Что не может не радовать. И та же самая тенденция сохранилась и в группе ситуационных задач. Ну, что я могу сказать? Я очень рада, что нами руководят такие люди. Но, я думаю, что это, опять же, влияние вот той самой смещенной выборки. Это руководители, которые активны, которые самообразуются и которые, несмотря на свою сумасшедшую загрузку, еще и находят время ответить на анкеты и порешать правильно ситуационные задачи. Что же, ну, да, вот мы получили данные. Что же теперь с этим делать? И, главное, какие выводы? Ну, наверное, это самый главный вывод. Да, 50% правильных ответов это очень мало. Нам, конечно, нужно учиться. Причем, смею вас заверить, и те из вас, кто тоже принял участие в этом анкетировании, наверное, подтвердят, на самом-то деле вопросы не были какими-то суперсложными и сверхзаковыристыми. Почему важно учиться? и почему неправильное назначение, ну, да, неправильное назначение напрямую зависит от наших знаний. Не только потому, что человек, который не знает как делать, естественно, так не сделает, но это полбиты. Ему можно подсказать как сделать, он может где-то прочитать как сделать, но если человек не уверен в том, как это работает, да, не знает, как это работает и не уверен в этом, то чем меньше знаний, да, наши знания, они укрепляют нас в наших решениях. Чем меньше знаний по какому-то предмету, тем страшнее принять это решение. А на самом деле страх перед инфекциями, он же сидит в нас очень-очень глубоко и многие-многие поколения. Почему? Потому что еще относительно недавно минимальная травма, вот минимальное какое-то событие в нашей жизни, вернее, в жизни наших предков могло оказаться летальным. И, конечно, этот страх, он как бы передавался и закреплялся из поколения в поколение. И только недавно появился в нашей жизни, в нашей, я имею в виду, в жизни человечества, сэр Александр Флеминг, который, собственно, нас всех и спас благодаря его своей рассеянности. И только вот от этого момента мы увидели, что инфекции можно победить. И вот этот страх выплеснулся в такую слепую веру в силу антибиотиков, во всесилии антибиотиков. Мы прекрасно знаем с вами, что собственно только два показания для назначения антибиотиков. Ну, я не беру какие-то совсем узкие и частные ситуации, но принципиально антибиотики можно назначить для лечения, если есть инфекция, и там все просто, относительно просто. И антибиотики можно назначить для профилактики. Что такое профилактика? И что такое профилактическое назначение антибиотиков? Это ситуация, когда инфекции нет. Но по каким-то причинам, операции, да, или какие-то еще другие ситуации, по каким-то причинам есть риск возникновения инфекции. инфекции. И вот этот риск возникновения инфекции вызывает страх, очень сильный страх, причем не только и не столько у пациента, сколько у лечащего врача. Что люди делали раньше, когда им было страшно? Они пытались придумать какую-то силу, которая, как им казалось, может их защитить. Да, собственно, так и появилась религия от человеческих страхов. И опять же мы недалеко ушли от наших предков, мы тоже создали что-то вроде религии, святая вера в силу антибиотиков, подчас необъяснимая ничем, ну уж точно необъяснимая механизмом действия антибиотиков. Ну, если уж говорить о религиозных воззрениях, то я все-таки предпочитаю религии более разумные, веру в разум, а не в высшие силы. И наверняка вы встречали эту расхожую фразу, да, боже дай мне, разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что я могу изменить, и мудрость отличить одно от другого. Если следовать этому правилу, то на самом деле в предотвращении инфекции, ну в частности там связанных с операцией хирургической, и не только с операцией, есть очень много того, что можно сделать. Понятно, что этот слайд не столько для прочтения, сколько просто для демонстрации. Вот это перед вами список факторов риска, которые могут повлиять на возникновение послеоперационной инфекции. А вот таким вот желтым я выделила то, что теоретически можно предотвратить. То есть сказать, что нужно просто сидеть и терпеливо ждать, случится, не случится, да нет. Тут огромный простор для активных действий и антибиотика профилактика это только один пункт из вот этих всех. Это то, что легко можно предотвратить. А еще, в принципе, если внимательно вчитаться, то и в оставшихся пунктах тоже можно что-то сделать. А что мы не в силах изменить? Мы не в силах изменить тот факт, ну, во всяком случае, на современном уровне развития медицины. Мы не в силах изменить тот факт, что осложнения, гнойно-септические осложнения после операции есть и будут. Они есть везде и в странах с высоким доходом, и в странах с низким доходом, закономерно в странах с высоким доходом его больше, но тем не менее, посмотрите, да, скажем, в коллапроктологии каждый, фактически, каждый десятый пациент имеет послеоперационные инфекции области хирургического вмешательства в Европе. Понятное дело, что в странах победнее этот процент выше. Эффективность антибиотика профилактики не стопроцентная. Как бы мы ни старались, антибиотиками и даже всеми остальными методами мы не сможем свести долю осложнений к нулю. И если для условно чистых ран там останется буквально 1-2 процента, но все равно останутся. Даже это пациенты, у которых исходно высокий риск осложнений. То, если мы берем операции, которые сопровождаются контоминированными ранами, то все равно останется вот тот самый каждый десятый, да, вот та самая коллапроктология. Поэтому нужно принять и смириться с тем, что осложнения, гнойно-экспетические осложнения в хирургии и не только в хирургии, они неизбежны. Точно так же, как возникновение ИВЛ-ассоциированных пневмоний. Оно неизбежно, вопрос только времени, да, она разовьется там на третьи сутки, на пятые сутки, на седьмые сутки проведения ИВЛ и нашего умения управлять, опять же, факторами риска. Но полностью предотвратить инфекции, мы не сможем. И поэтому на любимый вопрос докторов, и что же нам теперь сидеть и ждать, пока инфекция разовьется, нам сидеть и ждать, пока разовьется инфекция, и потом лечить возникшую инфекцию. А не пытаться всех, да, чтобы вот предотвратить вот те 10%, мы 100% накормим антибиотиками, все равно не предотвратим. но при этом разовьем условия для формирования резидентной микрофлоры в наших стационарах, в наших отделениях. И, ну, да, профилактическая медицина, это здорово, и я за профилактическую медицину, но давайте не будем доходить до каких-то крайностей, а то мы так дойдем до профилактической противоопухолевой терапии. Есть риск онкологии? Пожалуйста, получите химиопрепараты. Есть риск инсульта. Пожалуйте на стентирование. Ну, и в конце концов, да, почему бы профилактические конечности не гипсовать? Ну, тоже же помогает, особенно в гололед. Профилактика это здорово, но только тогда, когда мы уверены в том, что она эффективна. А пытаться просто из страха профилактировать все на свете, ну, наверное, все-таки не очень хорошее решение. Так можно дойти до полного абсурда. Поэтому, чтобы вот не было этого абсурда, наверное, наверное, нам нужно знание. Нам нужно больше знаний, нам нужно, потому что именно знания укрепят нас в наших принимаемых решениях. Причем нам нужны знания не только теоретические, потому что мы увидели вот по результатам анкетирования, что на самом деле теоретические знания не так уж плохи. Но когда доходит до применения этих знаний в практике, возникает ступор. То есть теория отдельно, а практика отдельно. Да, я знаю, что так неправильно, но я сделаю так, потому что мне страшно. А значит, вот этих знаний, ну, их не совсем достаточно, чтобы вот укрепить доктора в решении. Кстати, я вот в поисках этой фразы и все-таки в поисках авторства никогда не задумывалась, кто же, собственно, первым это сказал. Я выяснила, что, оказывается, это первые слова молитвы, молитва о душевном покое. И даже известен автор этой молитвы. Ну, опять же, информация получена из, как принято говорить, из открытых источников, то есть из интернета. Возможно, все не совсем так, но что меня больше всего удивило, что эту молитву с 1941 года используют в обществах анонимных алкоголиков для психотерапии. То есть, чтобы вернуть людям душевный покой и отвратить их от приема злоупотребления алкоголя, вот вот эта молитва, первые слова молитвы о душевном покое вообще стали фактически девизом программы «12 шагов», направленной на лечение алкоголизма. Очень интересно, и я думаю, что если это помогает обрести душевный покой анонимным алкоголикам, то, наверное, этот лозунг собственно можно использовать и для это же не знаю, как такое общество обозвать, анонимных неназначателей антибиотиков, например, и все время помнить, и все время находить в себе мудрость отличить ситуации, в которых можно что-то изменить, от ситуаций, в которых ничего изменить нельзя. Ну, а если молитва уж совсем-совсем не помогает, то, говорят, ромашка успокаивает. Давайте применять фитотерапию. Понятно, что все это шутки, понятно, что все это в какой-то степени гротеск, но на самом деле давайте признаемся себе честно. Зачастую назначение антибиотиков несет не столько профилактическую роль для пациента, сколько успокаивающую, успокоительную функцию для врача. Так вот, чем назначать антибиотики пациенту, давайте лучше чаю с ромашкой выпьем, молитву почитаем. Я искренне благодарю вас за внимание. У нас есть вопросы. Я благодарю всех, кто захотел продолжить общение. Итак, приступим. Светлана задает вопрос, когда необходима консультация клинического фармаколога при назначении антибиотиков? Ну, если ответить совсем-совсем коротко, на мой взгляд, консультация клинического фармаколога необходима тогда, когда врач затрудняется назначить антибиотик сам. Вот это такое универсальное показание. Я знаю, что в разных стационарах очень по-разному подходят к показаниям к консультации клинического фармаколога. И есть стационары, в которых невозможно назначить какой-нибудь более или менее серьезный антибиотик, а уж тем более антибиотик резерва, или, как принято говорить, дорогостой, без консультации клинического фармаколога. Но это мера вынужденная, она не клиническая, она административная, она управленческая, она опять же направлена на то, чтобы снизить необоснованное назначение хотя бы антибиотиков резерва. Чтобы опять же, во-первых, не плодить микрофлору, а во-вторых, резистентную микрофлору. Ну, а во-вторых, что уж греха таить, чтобы не тратить зря деньги больницы. Поэтому все зависит от того, насколько вы уверены в ваших докторах. Если клинический фармаколог, администрация уверены, что доктора всегда назначают антибиотики обоснованно и не будут назначать антибиотики резерва в какой-то неподходящей ситуации, когда нет никакого риска резистентности, то пожалуйста, пусть назначают. А если же вы понимаете, что если вы сейчас отпустите ситуацию на самотек и вы получите неконтролируемый рост назначения антибиотиков, то да, такую ситуацию, к сожалению, приходится контролировать и нужно этим процессом управлять в ручном режиме. Но, еще раз, это не клинические показания, это управленческие показания. А с точки зрения клиники, когда врачу трудно самому. Поливалентная аллергия, почечная печеночная недостаточность, беременные, детский возраст, опасности каких-то серьезных взаимодействий. То есть, вот это все, да, показания к консультации клинического фармаколога. Следующий вопрос. Существует ли проблема подмены понятия между уросептиками и антибиотиками? Спрашивает Илья. Илья, спасибо за вопрос. И, если честно, мне кажется, что есть вообще какое-то смешение понятий, потому что если подходить формально, то антибиотиками в нашем арсенале могут называться буквально там несколько классов препаратов, а все остальное это антимикробные химиопрепараты. Но так уж мы привыкли, что мы назначаем антибиотиками все препараты, которые обладают способностью угнетать рост и размножение бактерий, либо разрушать бактериальную клетку. Вот исходя из этого, опять же, нет четкого определения, а что собственно называть антисептиками, уросептиками. Потому что то, что опять же принято называть уросептиками, оно тоже умеет угнетать рост бактерий либо уничтожать бактериальную клетку. С этой точки зрения уросептики относятся к антибиотикам. Если мы говорим об уросептиках, ну там какого-нибудь фито какие-то препараты, препараты клюквы, я не знаю, то да, конечно, они не являются антибиотиками, они являются именно уросептиками, поскольку они не обладают такой явной способностью угнетать рост и размножение бактериальных клеток. Наверное, так бы я разграничила вот эти два понятия. То, что убивает бактерию либо мешает ей размножаться, это антибиотик. Если что-то бактерию не убивает и не угнетает ее размножение, то это не антибиотик, это можно называть как угодно по-другому. Пожалуйста, подскажите руководство по борьбе с полирезистентной флорой Сергей. Спрашивает тут два момента. Руководство по борьбе, когда она уже есть и нам нужно выречить пациента, который болеет инфекцией, вызванной полирезистентной микрофлорой. Если мы говорим об этой ситуации, то да, есть такие руководства, причем и отечественные, есть методические рекомендации, может быть, я не точно воспроизведу, но суть в том, что это методические рекомендации по диагностике и лечению инфекций, вызванных полирезистентной микрофлорой. По-моему, так они называются. Это согласительные рекомендации. В создании их приняли участие очень многие ведущие российские специалисты по рациональной антимикробной терапии по борьбе с резистентностью. Эти рекомендации утверждены на совместном, как бы, совместно утверждены несколькими ведущими сообществами, в число которых входит МАКМАХ, Альянс антимикробных химиотерапевтов и микробиологов, Сепсис Форум, по-моему, еще кого-то забыла. Ну, то есть, это такие серьезные рекомендации, они есть в свободном доступе, они совершенно точно есть на сайте МАКМАХ антибиотик.ру Они, по-моему, есть на сайте НАСКИ, это ассоциация эпидемиологов. Наверняка они есть и на Сепсис Форуме, то есть, если поискать на этих сайтах, то вы, скорее всего, их найдете. Причем, они буквально в этом году обновились, это уже вторая версия, и вторая версия достаточно значимо отличается от первой. Если же вы по каким-то причинам не совсем доверяете российским рекомендациям, то не так давно Европейский Ассоциаций и Европейский Комитет клинических микробиологов и специалистов по инфекционным заболеваниям тоже создали рекомендации по диагностике лечения инфекций вызванных полиресистентной микрофлорой. Их можно найти на сайте Экмет тоже в свободном доступе и там тоже очень хорошо подробно расписано все в какой ситуации что назначать. Единственное, что конечно это европейские рекомендации и они зачастую ссылаются на те препараты, которые нам недоступны, которые не зарегистрированы в России и большой вопрос будут ли зарегистрированы. Поэтому лично мне больше нравится российское руководство, там нет тех препаратов, которых нет на нашем рынке. А если мы говорим о борьбе с полирезистентной микрофлорой как профилактика возникновения резистентной микрофлоры, то собственно ничего нового я наверное не скажу. это избегание необоснованного назначения антибиотиков, о чем мы собственно с вами и говорили, и B, и может быть это даже не B, а A, то есть это более значимо, это соблюдение, строгое соблюдение санэпидрежима, это прерывание цепей передачи резистентной микрофлоры между пациентами. Потому что если вы, то есть просто ограничением назначения антибиотиков, вы не победите. резистентную микрофлору. А вот если вы в комплексе будете внедрять и рациональную антибиотиковую терапию, и инфекционный контроль, то тогда есть все шансы предотвратить распространение резистентной микрофлоры. Конечно мы не победим уже полностью резистентность, но может быть хотя бы приостановим этот процесс. Светлана спрашивает, могут ли антибиотики дженерики быть хуже оригинальных препаратов. Формально нет. на практике к сожалению могут. Причем доказать это хуже достаточно сложно, потому что для этого нужно проводить экспертизу. Мы просто в идеале мы должны доказать, что либо концентрация антибиотика во флаконе меньше, либо он менее стабилен, чем заявлено в инструкции, либо его безопасность хуже, чем заявлено в инструкции. Это очень сложно доказать без каких-то специальных экспертиз. Наверное, единственное, что мы действительно можем делать, это подавать извещение о неэффективности. И вот здесь как раз с антибиотиками в общем-то несложно это сделать. Если у нас есть микробиологическое исследование с результатом чувствительности и этот препарат инвитро должен быть активен, если мы выбрали антибиотик с учетом его фармакокинетических особенностей, а клинического эффекта мы на этой терапии не получили, то это прекрасный повод подать извещение о неэффективности препарата. И, к сожалению, у нас не очень развит фармаконадзор в стране, а мне кажется, что это достаточно действенный инструмент, если мы все будем ним пользоваться. Потому что если начнет извещение кидать только один какой-то стационар, скорее всего на него шикнут и скажут не надо этого делать. А если это будет такая планомерная работа всех, то может быть что-то из этого и получится. По крайней мере ситуации, когда действительно проводилось расследование на серию таких извещений, хоть о нежелательных реакциях, хоть о неэффективности, проводилось расследование и даже изымались какие-то партии препаратов серии, действительно было. То есть это работает. Добрый вечер, короткие курсы антибиотиков, 1-3 дня, насколько целесообразны, как я считаю. Я считаю, что все зависит от ситуации, от клинической ситуации. А суть, вообще суть антибактериальной терапии. мы понимаем, сейчас мы уже понимаем, что мы ни в коем случае не убьем все бактерии во всем организме. И слава богу. Мы также понимаем, что у пациентов со сниженным иммунитетом, с какими-то врожденными, приобретенными иммунодефицитами, мы назначением антибиотиков не спротезируем иммунную систему. Поэтому в настоящее время цель антибактериальной терапии по сути сводится к тому, что мы снижаем микробную нагрузку в очаге инфекции и помогаем макроорганизму, то есть человеку, пациенту, побороть эту инфекцию самому. То есть в какой-то момент иммунитет не справился, развелась инфекция, мы убили какое-то количество микробов в этом очаге, а дальше иммунитет уже справился сам. Если исходить из такой логики, то в какой-то ситуации вполне может быть достаточно, ну может быть не один день, один день, да, это там есть такие антибиотики, у которых очень длинный период полувыведения, их делают там раз в неделю или там раз в три недели. Ну, то есть это как бы одна, конечно, доза, но она действовать-то будет неделю. Поэтому, наверное, это не об этом речь. А в целом иногда трех дней, ну скажем, для лечения неосложненные инфекции мочеводящих путей, да, неосложненный цистит у женщины, зачастую может хватить этих трех дней просто снизить микробную нагрузку, а дальше молодой здоровый организм справится сам. может, и без антибиотика справился сам. Вот. Если же мы говорим о каких-то более или менее серьезных ситуациях, вероятнее всего трех дней не хватит. Нам было бы, конечно, здорово, если бы у нас был какой-то маркер, который бы нам показал, что, о, а вот этому пациенту достаточно, а вот тому надо бы еще там дня два-три. Но у нас таких маркеров нету, поэтому стремиться к короткому курсу, да, как самоцели, наверное, все-таки не стоит. Другая ситуация, что здесь, если мы говорим о том, что мы назначили антибиотики, а потом, например, там через день, через два, через три мы осознали, что они не нужны были, ну, мы исключили, например, бактериальную инфекцию. Так бывает. Вот здесь я полностью за. Как только вы поняли, что антибиотик не нужен, его сразу нужно отменять. И вот та идея, что если уж ты назначил антибиотик, так уж семь дней его, пожалуйста, попринимай или там поколи. Нет. Вот здесь точно нет. Поняли, что не нужен, отменяем. Это поможет значимо уменьшить микробную, вернее, прессинг селективный. Татьяна спрашивает, какие существуют сайты или приложения для удобного поиска информации о лекарственном взаимодействии. Вы знаете, я так, наверное, сходу не смогу сказать. Достаточно много. Но, в принципе, если вы введете в поисковик на английском языке drag-drag interaction, то там выпадает приличный список вот таких вот сайтов. И, в принципе, всеми ними плюс-минус можно пользоваться. Информация на этих сайтах, я как-то проверяла специально, информация на этих сайтах фактически одинаковая. И, по сути, вам нужно просто найти тот сайт, который больше нравится вам. Единственное, что обратите внимание, чтобы это был сайт для специалистов, а не для пациентов. Вот это важный момент. А так, у меня нет какого-то вот прям любимого сайта или любимого источника, поэтому я просто каждый раз ввожу в поиск и выбираю тот, который тот, который мне вот сейчас выпал. Поделитесь опытом основных пошаговых действий внедрения скат в стационаре, просит Ольга. Ольга, если совсем-совсем, вот совсем-совсем коротко, потому что на не коротко, я боюсь, не хватит времени. Если совсем-совсем коротко, то первое, это осознать, в чем проблема. То есть, если вы задумались о внедрении скат, значит, вы поняли, что он вам нужен. Вот теперь вам нужно вычленить, почему он вам нужен. У вас много нежелательных реакций от антибиотиков, например. Или у вас очень высокий уровень распространенности резистентной микрофлоры. Или, не знаю, или в стационар тратят очень большие деньги на антибиотики. Ну, то есть, вот почему? В чем проблема? Или и то, и другое, и третье, все вместе. Дальше вам нужно проанализировать ситуацию, что происходит в стационаре сейчас. Кто назначает антибиотики? Как назначает антибиотики? Какие самые частые ошибки? В каких ситуациях? То есть, получить картинку здесь и сейчас. А дальше уже ваши шаги будут зависеть от вашей картинки здесь и сейчас. Потому что для каких-то стационаров, то есть, кто-то вот проводит анализ и говорит, что, а, у нас, в принципе, с лечением проблем нет, но вот профилактика, да, там, по 5-7 дней. Вот, пожалуйста, вам направление действия. кто-то наоборот говорит, что, да нет, у нас с профилактикой все нормально, но вот терапию совершенно непонятно, как назначают. Мы сталкивались с коллегами, да, вот, например, в нашем стационаре в Краснодаре основной проблемой было гиперназначение препаратов резерва, то есть, карбопенемы доктора любили, они в них верили, они стремились всем назначить карбопенемы. А коллега, с которой я общалась из другого стационара, она говорила, ты понимаешь, человеку явно показан карбопенем, а они ему назначают цифолоспорины третьего поколения, то есть, проблемы у всех разные. Поэтому анализ, да, осознание проблемы, анализ ситуации, а дальше исходя из ситуации. Что совершенно точно вам нужно будет делать, это, конечно, проводить обучение. Причем обучение систематическое, методическое, на рабочем месте, то есть, разные виды, разные формы. Ну, опять же, об этом я могу рассказывать очень много и долго. Были мои контакты, если вам интересно, вы можете мне написать или позвонить, и я с удовольствием с вами поделюсь всеми накопленными знаниями и идеями. Где поискать клинического фармаколога в штат больницы? Кроме площадок по поиску персонала. Это хороший вопрос, потому что хороших клинических фармакологов вообще клинических фармакологов мало. А хороших клинических фармакологов, ну, скажем так, тех клинических фармакологов, с которыми вы были бы созвучны, которые придерживались одной линии, их еще меньше. Единственный способ, который я знаю, это хэдхантинг. То есть вы видите человека, который вам нравится, вы как-то о нем узнали там на тех же конференциях. Предлагайте. Люди, на самом деле, при предложении хороших условий очень многие люди задумываются и меняют не только место, но и город. Поэтому, наверное, так. Других, к сожалению, я не смогу. А еще один очень хороший вариант, на мой взгляд, это воспитать себе клинического фармаколога. То есть какого-то молодого специалиста, который пришел, допустим, в хирургию, в терапию, в реанимацию, неважно, уговорить его пройти специализацию и дальше уже отправлять этого человека на какие-то стажировки, по обмену опытом, договориться с кем-то, с какими-то стационарами, у которых вы знаете есть чему поучиться. То есть это такой вот может быть долгий и немножко творческий вариант, но мне кажется, что самый действенный. Но имейте в виду, что как только вы его воспитаете, его могут схантерить. Так, следующий вопрос по e-mail. Добрый день. На основании каких клинико-лабораторных данных необходимо назначать антибактериальную терапию у детей при кишечных инфекциях не установлены этиологии? На какие клинические рекомендации операции педиатры практически во всех случаях назначают антибактериальную терапию с первого дня? Это очень хороший тоже и очень больной вопрос. Вообще антибактериальная терапия в педиатрии это тема для ряда отдельных дискуссий и обсуждений. потому что почему детям назначают антибиотики чуть ли не чаще чем взрослым. На вот этот конкретный вопрос я к сожалению вот прямо сейчас наверное не смогу вам дать на какие именно клинические рекомендации операции потому что я очень мало работаю с педиатрией и с детскими инфекциями тоже. Но признаки да ключевые признаки бактериальной инфекции наверное они будут одинаковые для всех то есть если есть сомнения то может быть ориентироваться на маркеры на клинику опять же все равно бактериальные кишечные инфекции вирусные кишечные инфекции они текут немножко по-разному ну и конечно стремиться к этиологической диагностики то есть речь идет о неостановленной этиологии извините но по возможности конечно надо бы устанавливать этиологию помимо классической микробиологии сейчас есть достаточно много экспресс-тестов основанных на ИФА на на ПЦР и в принципе установить этиологию можно конечно далеко не всегда но можно в плане прям конкретных клинических рекомендаций извините но не смогу помочь коллеги вопросы закончились огромное спасибо всем кто слушал всем кто задавал вопросы всем кто прислал благодарности я очень рада если сегодняшняя встреча была вам полезна и я очень-очень рада что вы нашли время послушать и пообщаться до новых встреч в эфире субтитры и пообщаться субтитры